Тем временем весовая категория до 75 килограммов Андрей Петрушин, Россия и Антон Баженов, Украина. Вот сейчас уже сразу нокдаун был. Петрушин в красной экипировке, Баженов в синий. Сразу же попал он левой рукой навстречу. Андрей Петрушин неоднократно являлся членом сборной команды России. Андрей Петрушин, воспитанник Санкт-Петербургской школы кикбоксинга. Очень хороший, надежный атлет. Мы сейчас посмотрим, как он будет боксировать. А в какой манере он работает? Если судить по телосложению, типичный панчер. Невысокая должна быть скорость, но очень сильные удары, точные, четкие. Так ли это? И все-таки очень техничный парень. Он просто так на рожон не лезет. Всегда защищен. Старается бить тогда, когда надо это делать. Он обладает хорошей техникой, нырковой, клонов. Мы сейчас увидим очень интересный поединок. Тем более, как мы уже говорили, вес 75 килограммов. Всегда в этих весах наибольшее количество народу. Тем более, на этих соревнованиях в фулл-контакт было представлено наибольшее количество участников. Плюс еще вес такой боевой. То есть бойцы провели как минимум 2-3 боя до этого поединка. В финал однозначно вошли лучшие. То есть Антон Баженов, вполне возможно, лучший украинский боец, представленный здесь. То есть Россия-Украина. Он сейчас хорошо провел удар по печени. Еще раз Петрушин показывает, что он бьет в корпус очень жестко. Первый раунд закончился в равной борьбе. Вот только левый, скачковый. Как нокдаун считается? Снимаются ли за нокдаун баллы или нет? Дается один балл. Да, ну в раунде. То есть раунд с отсчетом, например, 10-8 Петрушин не выиграл. Просто победил раунд, но... Победил раунд, это точно. Просто в профессиональном кикбоксинге, ну или в профессиональном боксе судится так. Победитель получает 10 очков за раунд, проигравший 9. Но если был нокдаун, то еще дополнительное очко бойца, пропустивший нокдаун, снимается. Сейчас очередной сильный удар попадает Петрушин. Что интересно, он не останавливается. Вот он как настоящий профессионал. Он попадает один удар и тут же подхватывает и добивает. Что не хватает многим нашим любителям. Хорошая у Петрушина особенность. Он может вцепиться, что ли, в своего соперника. То есть если даже попадет, не обязательно точно, просто сильно. Он всегда добьет. Эпизод доработает до конца. Еще что мне нравится. Работоспособность, да, в ринге, конечно, колоссальная. Он очень акцентированный. У него очень акцентированные удары. И он просто так не бросается. Он видит, когда это надо делать. И делает вовремя. Еще этот поединок интересен темам. Показывает, как маленький может победить большого. О чем мы говорили. Да, низкорослый, высокорослого. Как минимум у Баженова, я думаю, преимущество в росте 5-6 см есть. Длиннее конечности. Высокий уровень спортсмена. Казалось бы, у Петрушина шансов немного. Но как он действует, как он работает. Здесь далеко ходить не надо. В предыдущем поединке мы видели, как Яцков более высокий. Достаточно легко победил. Да, достаточно легко победил. Но у него не было такого соперника, как у Петрушин. Да. Здесь. Сейчас мы посмотрим. Вот, наверное, сейчас. Вот видите, он попал один раз. Не остановился, а пошел дальше. И сумел достичь желаемого. Попадает навстречу Петрушин левый боковой. Очень точно бьет. Все вот эти удары, все нокдауны, они пришли точно в челюсть. Он не сбил, как в некоторых боях было. Просто нокдаун потому, что сбил. Сильно ударил, попал в защиту, человек упал. Нет. Удар вроде бы был не такой сильный, но точный, хорошо поставлен на рука. И как о бетонную стену ударился Баженов. Достоинство Петрушина, что он не бросается, а он ждет. Делает атаку вовремя, когда надо это делать. Хорошая защита у него, я смотрю. Четко уходит. Уклоняется, ныряет, переходит в атаку. Сейчас попытался сделать верхний удар с разворотом ногой, но не получилось. Когда спортсмен начинает так бить ногами, значит, он разобрался уже. Может спокойно себе позволить это. Уверенно чувствует себя в ринге, понимает, что бой его. Скорее всего, Баженов ничего не сделает. Третий раунд, сила там не безграничная. В боксе все возможно, в кикбоксинге тоже. Часто бывает, что спортсмены бьют 10 раундов, а он в 11-м нокаутирует. Он вспомнит, например, бой Мухаммед Али против Джорджа Формана, когда Али стоял весь поединок у канадов, только в 7-м раунде провел атаку, и Форман оказался на канвасе ринга. Да, да. Или бой Майка Тайсона и Дугласа. То же самое сделал Дугласа. Тайсон Холлифилд, мы уже вспоминали этот бой сегодня. Еще хороший удар справа провел Петрушин. Тут не остановился, пошел дальше, идет в атаку. Удары как-то переводятся по корпусу, потом по голове. Очень, очень грамотный боец, молодец. А выступал ли Петрушин в профессиональных боях? Я не видел, но я думаю, что выступал. В профессиональной манере работает Петрушин. В Питере в свое время в казино Конте очень много боев проводилось. Я думаю, что он там был один из лучших. Бьет четко, наверняка, по месту. Это отличает профессионалов от любителей. Любители все же работают в основном на темп, на количество, а профессионалы берут качеством. Петрушин выигрывает единогласным решением судей. Было два нокдауна в этом бою, еще несколько эпизодов.